Во-первых, что за кодирование? Идея кодирования зависит в том, что вот этот x должно быть в некотором смысле средним этих чисел. Что как, так сказать, на больших масштабах эти числа в среднем должны добавить эти x? Тогда спрашивается, какие мы должны как это обеспечить? Во-первых, вы должны эти списки, чтобы в каждом ряду происходило умножение на 3 или выделение на 1. Давайте договоримся, что на таблике будет какой-нибудь специальная пометка, что хотим ли мы в этом ряду умножать или делить. И эта пометка должна быть, но она в левом и правом части одинаковая, и она должна соседний пример тоже согласовываться. Два типа цветов, одни со звездочкой, а другие со знаком деления. Это обеспечит то, что у нас в каждой статистике в клинике только вот три пункта. Первая категория или вторая категория. Теперь, совсем просто было бы сделать так. Если мы хотим, чтобы здесь три пункта было в три раза больше, то мы можем изготовить просто такие пункты. Один три, два шесть и три девять. А здесь поставить в эту звездочку умножить. А если мы хотим, чтобы было деление, то мы должны сделать такие пункты. Соответственно, два один, четыре два, шесть три и восемь четыре. А здесь написать деление. Так, да, как бы будет просто, каждая строка будет просто умножаться буквально на то. Но это плохо. Почему это плохо? Понятно, в чем будет такая проблема? У нас очень жесткие правила. Если у нас есть двое, то дальше может быть только шесть. А после шести может быть только три. После три может быть только девять. А после девяти не может быть ничего. Если мы хотим, чтобы умножение происходило прямо в той части, умножение на три и девять на два, то мы скоро, так сказать, возможности наши исчерпаем. Но заметим, что нам нужно это не в точности, а только так в среднем. Значит, ну, представляете себе, вот, тут у вас есть экономические. Представляете себе, что у вас есть там обменный пункт, и в нем там курс долларов сорок семь корней. У них какой-нибудь такой совершенно признак. А и у вас, и у вас. И вы каждый день наменяете свои доллары. Каждый свой доллар в нем заработали, меняете на рубль. Но у него, естественно, рубли есть только в целом количество. Но в среднем выходить, чтобы вы меняли по правильному курсу. Как можно? Что надо делать в таком случае? Как надо договориться с этим товарищем? Ну, что говорят опытные люди? Я не знаю, если округлить до ближайшего целого, то я не знаю, будет ли это справедливо. То есть, не накопится ли там чего-нибудь? Ну, может быть, там, при каком-то конкретном именно не горе не смог, а специально подобранном другом числе. Да. Я думаю, что как раз можно так подобрать, что будет копиться. Да. Ну, хорошо. А что же делать? Надо просто договориться, что... Монетку? Разрешнее. Нет. Монетку это гораздо проще. Надо договориться, что имеется некоторый, так сказать, долг. Что если там за N дней накопилось N долларов, и они превращаются в нецелое число рублей, то, значит, ничего не поделано. То есть, надо либо сдавать на один меньше, либо на один больше. То есть, каждый раз, если доллар стоит 65,37, то иногда в одни дни за него дают 65 рублей, а другие 66 дней. Но так, чтобы эта разница в результате накапливания не накапливалась, а оставала в пределе одного плюс-минус один от того, что должно быть при честном расчете. Соответственно, идея состоит следующая. Что и здесь мы должны разрешить такое накопление. Вот мы должны текущий счет записывать как раз здесь, в этих цветах. Сейчас я объясню, что это значит. Вот, допустим, мы хотим умножать на 2. И здесь у нас A и B. Разрешается не только B равно 2, но разрешается, чтобы B-2 было не 0. Но это должно быть правильным учетом в гуглотеке. А правильный учет гуглотеки состоит в том, что это должно равняться D-C. То есть ваш текущий счет в конце дня и в начале дня отличался на то, насколько он должен отличаться, насколько здесь была свершена ошибка. Это все были разговоры в пользу бедных, я теперь даю точное совершенно определение. Давайте договоримся, что у нас числа A и B, мы уже договорились, довольно дивизием. А C и D, ну, такие не очень большие, такая, не знаю, 100 до минус 100. И мы разрешим вот все такие предыдущие. Просто все предыдущие A, B, C, D, у которых B-2 равняется D-C. Ну, в этом A. То есть тем самым мы сможем бухгалтерской книге не единственным образом записать? Да, 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 да. Единственности уже больше нет. Но в терминах бухгалтерии мы считаем, что у нас оба участника не возражают, если у них будет накапливаться недорасчетное отклонение, ну, какое-то там небольшое. Но оно все-таки должно быть ограничено. Я тут написал 100, на самом деле 100 это не можно и меньше, но пусть будет 100, чтобы не заботиться. Это один тип предыдущий, а предки с делением устроены так же. Ну, давайте какие-то другие предыдущие устроены. П, Q, R, S, здесь написано деление. Значит, мы хотим, чтобы B-2 здесь, а здесь B-3Q должно равняться чему? С-1. С-1. То есть разница в записях в нем, ну, как бы между днями, когда снимают кассу, должна соответствовать тому, насколько нарушена правильная пропорция вопросов. Ограничения на С-1 те же 100, да? Все. Набор плиток полностью описан. Будут и такие плитки, и такие плитки. И больше никаких плиток нет. Нужно доказать две вещи. Пункт А. Если нам нет периодических замочений. Почему вообще есть замочение? Ну, сначала я знаю, кто начинает с одного, кто с другого. А во-другому почему есть вообще замочение? Что же? Нет, нет. Нет никаких причин, почему это оказывается в определенном порядке. То, что два, что есть вообще замочение, не поможет нам это означает, что нет периодических, наоборот, Это как бы было независимо совершенно утверждение. И про то, что нет периодических замочений, оно проще. Ну что, может быть, ты уже понял, почему нет периодических. Хорошо, а мы уже знаем, что нет, если есть периодическое, то есть вертикальное и горизонтальное период. Значит, достаточно доказать, что нет замочений в вертикальном и горизонтальном периодах. Предположим, что есть такое замочение. Что это значит? Что есть какой-то вертикальный период, но есть какой-то горизонтальный период. То есть числа в каждой строке у нас повторяются, а сами строки тоже повторяются через несколько конечных раз. И нет ли в этом какого-то усматриваемого противоречия? Если числа повторяются, то вполне можно говорить о среднем. Ну, в принципе, если они не повторяются, то там, может быть, они на вход возрастают, то убывают, а в пределе там даже ничего и нету. Но если уж они повторяются, то ясно, что такое среднее. Значит, здесь у нас все время, значит, здесь происходит какое-то одно и то и повторяется, но есть какое-то среднее значение этого числа. И здесь есть среднее значение этого числа. И утверждается, что если здесь умножение, то это среднее значение будет больше. Не среднее, а сумма. Можно сумму говорить. И на среднее значение оно будет в два раза меньше. Можно говорить просто о сумме. Можно говорить о сумме, но мне это не очень хорошо, потому что на следующем уровне, ну, может нет, но среднее зависло между одним и девятью. А сумма неизвестна где, потому что это на самом-то интервале. Ну, давайте уж если вот кладем девять часть. Значит, понятно ли, что для этих средних, которые теперь корректно определены, выполнено либо вот это, либо вот это? Ну, это вообще, говоря, не обязательно, потому что у каждой из этих чисел не обязательно в три раза больше этого. А есть какая-то разница, которая накапливается, передается отсюда сюда. Ну, если бы все вот эти равенства, и я написал, что два раза, я неправильно написал, умножение на два, а деление на три, ну, не важно. Нет, все хорошо вы написали. Нет, b минус два, это значит, что мы хотим, чтобы b умножалось. Ну, а там написали по-другому, поэтому все хорошо. Ну, не важно. Значит, почему это будет, значит, b минус два, вот это минус два этого, равняется разнице этого совета. И так далее. И в некотором моменте все начнет повторяться. Если мы все эти равенства сложим, то сумма этих, минус сумма двое этого, этих, равняется разнице вот всех вот этих изменений на каждой шаге. То есть нулю. То есть нулю, потому что все периодически в конце концов. То есть ясно, если мы, так сказать, так рассчитываемся с нашим банком, что у нас все время достается, ну, даже на самом деле не важно, что. Периодически он так просто понятен, почему есть пределы. Но если мы не можем накопить большой счет, то с коэффициентом мы обязательно гарантируем. Если мы в среднем меняем, так сказать, на самом деле не 2, а 2.01, то этот достаток, конечно, будет накапливаться на счетах, он никуда не денется. Вот. Ну и следовательно, каждое следующее число получается с предыдущего умножения на 2 либо делением на 3, и тем самым вертикальный период невозможен. Так, ну что? Убедительно? А значит, никого не надо. А значит, никого не надо. Мы уже раньше изучали, что если взять один период, то можно сделать найти второй период, а из него сделать горизонтальный и вертикальный. Ключевые моменты. В принципе, идея кодирования требует уточнений. Что значит мы кодируем? Если у вас какая-то последовательность, непонятно, что она хотит. Но периодические последовательности, что такое средняя понятность? И это средняя для периодических последовательностей будет меняться правильно, потому что, ну как бы вот, иначе будет накопление остатков, этих материальных, как я так называю, остатков на складах, а они выйдут за пределы разрешенного этого, если коэффициент будет нет. Поэтому периодического возвращения нет. Теперь, как сделать непериодическое возвращение? Давайте просто начнем с того, что напишем эту последовательность чисел. Мы уже знаем, что последовательность чисел мы написать можем. С чего? С чего? С чего-нибудь. Нет, по вертикали напишем такие числа, что каждое следующее число получается предыдущим умножением на 2 или делением на 2. У нас есть некая свобода в уровне этой последовательности, да? А по вертикали, да, но и действительные числа можем быть разными способами, это неважно любой годы. То есть это вот та часть, которую мы доказываем, что если у нас есть число, что с действительными числами мы вполне не периодически, но если это нам периодически важно, то мы можем написать. И последовательность в обе стороны? И да, и вверх и вверх и вверх. Это тоже важно, да. А теперь мы дальше сделаем следующее. Ну вот сейчас такое трудное место, которое я об этом скажу быстро. Значит, пусть это число у нас не целое. Это число, допустим, 3,7. Тогда у нас число уже написано, а пока еще ничего нет. Нам нужно заполнить эти клеточки так, чтобы все правила согласованы. Сначала мы заполним каждую строку, совершенно игнорируя все другие строки. Если у нас здесь, допустим, 3,14, то мы здесь просто напишем 3,4. Ну, ровно как вот с долларами, что если у нас... Да, мы будем стремиться, чтобы в среднем получалось это самое пи, чтобы мы далеко не отходили, чтобы сумма вот этих всех чисел... Ну, если она у нас превысила, чем то, что получается, что на самом деле нужно для пи, то мы следующий число ждем 3. Если она не достает до этого, то ждем 4. И тем самым мы будем все время колебаться в районе этих самых вот... Отклонения от правилной суммы в любом блоке будет там чуть, ну, небольшой. Потому что, ну, оно не может накопиться сильно. Если у нас меньше, то оно снова... Если у нас не хватит, то мы добавляем. Если не злишь, то забираем. То есть на капли в каждом блоке будет отклонение небольшое. И так мы сделаем совершенно независимо для каждого из этих чисел. То есть вот по горизонтали мы на дно. Здесь будет 7, 6, 6, 7. Если здесь 6, 6, 28, чего-то, то будет там 6, 7. Здесь 3, 4. Прошу прощения, а мы добиваемся все-таки, если точно чего, чтобы, когда мы, значит, от какого-то места отошли влево-вправо на одинаковое расстояние, то среднее архитическое... В любом интервале сумма отличалась от правильной суммы, то есть от N на X и T, отличалась не более чем на какую-то небольшую контактность. А почему этого можно добиться? Ну, потому что каждый раз, когда мы берем новое, если у нас сумма уже больше, чем нужно, мы берем 3. А то есть мы пошли с какого-то места и... Если сумма больше, чем нужно, мы берем 3. Если меньше, чем нужно, мы берем 4. Только 2, 48. Да, а потом по 2 считать. Ну, можно было бы разрешить несколько, но здесь будет только 2. Нам больше не будет. И так делаем везде. И так мы делаем везде. Причем делаем совершенно независимо. Вот здесь P, здесь 2, то мы эти 3 и 4, и 7 и 6 можем делать как угодно. Даже не обязательно с одного места начинать, в принципе. Просто важно там, чтобы они в среднем... Значит, надо сказать, чтобы в каждом участке сумма была бы не сильно отличалась от того, что должна была быть. Не больше, чем на какую-то константу. Типа 3-4 степени. Теперь, как видите цвета, мы уже выбрали. И наша задача состоит в том, чтобы написать цвета вот здесь. Написать числа здесь. Это уже почти однозначно. Если мы здесь... Давайте где-нибудь напишем 0. Что мы решим, что в этот момент на должности не было. Тогда уже совершенно ясно, что здесь мы должны... По правилу. По правилу действовать. Если мы не в точности умножили на 2, то придется, значит, вот здесь 4, а здесь 6, а не 8. То придется, значит, 2, ну так, вычислили за... У вас есть правила плиток, да. Ну, как это понять? В минус 2, значит, минус... Минус 2, значит, В минус С, значит, будет минус 2. То есть некие числа будут... Как бы расчетные остатки на счетах будут уже однозначно определяться тем, сколько мы платим, получаем. И тут уже другого выбора нет. Мы так вылезли за стол. Да. Единственная проблема остается, что не вылезли за стол. А объясняю, почему мы не вылезли за стол. То есть, если бы у нас были здесь точные все... Ну, значит, как узнать, как определить, какое еще что будет здесь? Это значит, как соотносятся вот эти две суммы. Потому что на каждом шаге мы накапливаем, как бы, ошибки, конверсии вот на этом. Значит, нас интересует, что... Причем не может быть так, что разница между этой суммой и этой суммой будет большая. Потому что именно она у нас потом должна отразиться здесь. Но мы уже договорились, что эта сумма близка к точке. Что она колеблется, там, плюс-минус, там, один, два, три, около точного числа. И эта сумма колеблется около точного числа. А точные числа отличаются ровно два раза. Соответственно, эти неточные числа, они могут отличаться не ровно два раза, но только на небольшую какую-то величину, которая вот этим числом 100 должна поглощаться и не выйти за эти пределы. То есть мы можем где-то написать ноль, а здесь можно в другом месте написать ноль. А дальше распространить этот плод без того, как хотим. И за счет именно этой аккуратности... Ну, это как с высокосными гадами, что у нас вообще-то... Год не целый, 365 с чем? Мы иногда делаем 365, а 366. Естественно, что мы можем выбирать... Ну, так это обычно не делается, это какая-то строгая закономерность. Но можно просто выбирать так же. Если сейчас мы, так сказать, отстаем от жизни, то надо год сократить. А если опережаем, то нам увидишь, что это отклонение будет всегда в пределах одного дня. Ну, и здесь, соответственно, отклонение, накопленное отклонение, тоже будет в пределах, может быть, одного-двух дней, если там, с концовочек, или еще что-то. И, соответственно, еще после умножения эти два дня могут быть в четыре или в шесть, на основном, стоят с большим запасом. Стоят с большим запасом. Ну, хорошо. По крайней мере, я надеюсь, что это было коротко. Понятно, абсолютно. Все хорошо. Правила здесь написаны. Просто в том числе, что у нас А, это как бы нет никаких, никаких, так сказать, вольностей. Вот, то есть, А числа будет все такие, стоит звездочка и деление в цвете. А кроме того, есть либо такой, либо такой. То есть, мы, на самом деле, используем не все плитки. Да, мы используем не все плитки, конечно. То есть, в этом запасении, на самом деле, можно было бы ограничиться небольшим чувством. Так. Так. Так.